Эта история произошла с дедом по имени Илья Сергеевич. На старости лет он остался совсем один. Все его ближайшие родственники уже давно ушли из жизни, а внука, которому он очень доверял, не было рядом. Илья Сергеевич самостоятельно проживал в своем стареньком доме на окраине маленького городка. Ему было уже 73 года, Илья Сергеевич был не в состоянии преодолевать трудности и испытания жизни так легко, как когда-то. Огромные потери в его семье оставили его в печали и одиночестве. С каждым днем, проводимым в тихом уголке его старого дома, он все больше осознавал свою безутешность и уязвимость. Он часто вспоминал времена, когда его дом был наполнен смехом, теплом и счастьем его любимых родственников. Долгие годы Илья Сергеевич собирал каждую копейку, чтобы обеспечить свою старость. Он был человеком порядочным и никогда не просил ничьей помощи. Однако судьба нещадно испытывала его терпение и доброе сердце. Его внук, по имени Михаил, взял на себя ответственность выплачивать кредит, который Илья Сергеевич взял в банке на лечение своей покойной жены. Вначале Михаил регулярно выплачивал сумму, но внезапно исчез, оставив своего дедушку в безвыходном положении. Кредиторы требовали деньги, но у дедушки их не было. Илья Сергеевич оказался погрязшим в долгах и не знал, как выбраться из этой неприятной ситуации. Он старался сделать все возможное, чтобы найти внука и разобраться в произошедшем, но все его попытки были тщетными. Однажды к его дому приехали коллекторы, представляющие интересы банка. Они требовали выплатить долг, иначе угрожая конфискации и имущества. Илья Сергеевич был отчаян и не знал, что делать. Он не мог себе позволить потерять свой дом, который был единственным, что осталось у него в жизни. Коллекторы стучали в дверь и требовали, чтобы Илья Сергеевич открыл. Но он не мог себе позволить впустить их внутрь. Зная о своих долгах, он боялся, что они заберут все, что у него осталось. Единственное, что он мог сделать, это не открыть дверь и ждать, что ситуация разрешится сама собой. Однако коллекторы, оказывается, не собирались уходить без своего долга. Они начали поджигать дом Ильи Сергеевича. Огонь быстро распространялся, а старый деревянный дом был подвержен разрушению. Дедушка понимал, что потеряет все, что было у него, и придется начинать все сначала. Но вдруг из леса выбежал волк. Насторожившись от запаха горящего дома, он решил проверить, что происходит. Волк увидел бандитов, поджигающих дом и решил вмешаться. С храбростью, характерной для его породы, волк набросился на преступников, отвлекая их внимание. Коллекторы были изумлены и испуганы нападением волка. Он быстро разогнался и сумел сбить одного из бандитов с ног. Тот, испугавшись, решил бросить своих сообщников и убежать, не дожидаясь вмешательства полиции. Илья Сергеевич смотрел на все происходящее через окно, не веря своим глазам. Волк, казалось, понимал, что нужно помочь дедушке и ликвидировать угрозу, которая висела над ним. После нападения волка, коллекторы побежали прочь, оставляя свои зловещие планы в прошлом. Илья Сергеевич был благодарен волку за его спасение. Он понял, что этот зверь пришел к нему в трудную минуту и стал его спасителем. Дедушка не знал, как объяснить такое происшествие, но он чувствовал, что судьба дала ему второй шанс. После этого события Илья Сергеевич решил начать все сначала. Он продал свой старый дом и с помощью полученных средств выплатил свои долги. Дедушка переехал в другой город и начал новую жизнь. Он больше не полагался на других, а только на самого себя и старался жить по собственным правилам. История Ильи Сергеевича и волка стала для него уроком о том, что даже в трудные моменты всегда есть надежда на лучшее. Волк стал символом силы и защиты, который всегда будет напоминать Илье Сергеевичу, что он смог преодолеть все трудности и начать новую жизнь. И в дальнейшем дедушка не испытывал больше никаких проблем с долгами или коллекторами. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории, делитесь своим мнением в комментариях.